Добрый день, дамы и господа. Спасибо за то, что присоединились к нам сегодня на вступительное выступление форума IGF. Хотела бы пригласить членов представителей Организации Объединенных Наций. Хочу пригласить господина Сузуки Чжи, министра внутренних дел и коммуникаций правительства Японии. Господин Сузуки, вам слово. Господин Ли, заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным делам. Госпожа Вера, представитель Евросоюза, господин Абдулла Азахар, представитель Саудовской Аравии. И также представитель Университета Токио, представитель ЭКАН, госпожа Симха. И уважаемый министр коммуникаций Монголии, господин Винд Сев, председатель управляющей группы форума IGF, а также Бьон Бергис, заместитель генерального секретаря Совета Европы. И судья Алиамани Рартайка, судья Высокого суда Танзании. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рад приветствовать так много почетных гостей на форуме IGF. У нас собрались здесь заинтересованные стороны со всего мира для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с интернетом. От имени Япония приветствую вас в Киото. Хочу также поблагодарить Организацию Объединенных Наций и всех, кто принимал участие в организации форума в последние 18 лет. Интернет стал важен в последние 30 лет. Он изменил наш образ жизни, работы и общения. Теперь с помощью интернета мы можем предоставлять различные услуги и контент за пределами национальных границ. И интернет стал незаменимой инфраструктурой для повседневной жизни, экономической и социальной деятельности. Он обеспечивает свободный доступ к разным формам самовыражения, знаниям и новостям со всего мира. Это основа демократии. За 18 лет с момента организации форума было разработано множество инновационных решений и услуг, которые предоставляются через интернет. Полагаем, что форум, подробно рассматривая глубокие вопросы, связанные с интернетом, в основе своей философии имеет демократические и инклюзивные методы. Когда мы говорим о такой тему, как интернет, мы понимаем, что это процесс, в который заинтересованы многие стороны, и это является источником плодотворного диалога между разными народами. Развитие свободного интернета приведет нас к свободному, демократическому будущему. Убежден, что встреча в Киото заложит основы этого будущего. Япония хотела бы внести свой вклад в это дело, как принимающая сторона. Интернет и его преимущества в полной мере будут доступны людям, и мы сможем широко использовать его возможности. Это важно, чтобы обеспечить доступный интернет. Мы понимаем, что при этом есть люди, которые все еще не подключены к интернету. В то же самое время мы должны думать о будущем и предвосхищать сложности и будущие ситуации, для того чтобы придумывать технические решения для них. Конечно, мы не должны закрывать глаза на отрицательные последствия использования интернета. Это распространение ложной информации, дезинформации, а также киберпреступность. Все это влияет на наше общество, и мы должны вместе находить решение для этого. В этом году тема года, тема форума – это интернет, который мы хотим построить, чтобы никто не остался за бортом, чтобы все могли пользоваться преимуществами интернета. Надеюсь, что вы проведете плодотворное обсуждение этой темы с тем, чтобы наибольшее количество заинтересованных сторон приняло участие в обсуждении. Я надеюсь, что вы отметите следующее. Киото процветает как центр Японии с древности. Надеюсь, что вы будете черпать вдохновение в Киото, городе с богатой историей и богатыми традициями, и вам понравятся наши традиции, культура и кухня, и вы насладитесь нашим гостеприимством. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Господин Судзуки. Следующий выступающий – госпожа Вера Юрова, вице-председатель по вопросам прозрачности Еврокомиссии. Уважаемые министры и уважаемые гости форума IGF. Спасибо за предоставленную мне честь обратиться к вам после господина министра Судзуки и его вдохновляющего выступления. Я рада, что мы встречаемся здесь, в прекрасном городе Киото, в уникальном городе, который сочетает в себе умение сохранить богатство прошлого и при этом содержит в себе обещающее, многообещающее будущее. Это комбинация, которую хотели бы добиться мы, когда думаем о сегодняшнем интернете. Когда был создан интернет, его создатели видели, как будет создан открытый, охватывающий весь мир интернет, который станет платформой, которая поможет нам общаться без барьеров. Но это в итоге вышло не совсем так. Мы видим, как по всему миру возникают режимы, которые внедряют цензуру, которые способствуют подавлению свобод и всего того, к чему мы стремимся, и чему, как мы надеялись, будет способствовать интернет. Вместо того, чтобы распространять знания среди людей, интернет иногда используется как инструмент для того, чтобы получать информацию или распространять сложную информацию. Сегодня мы видим рост искусственного интеллекта, который представляет собой не только возможности, но и новые угрозы, если мы не научимся управлять им должным образом. Но как городу Киото удалось сочетать чистоту прошлого и возможности будущего, так мы надеемся, что и нам удастся совмещать все наилучшее, что можно найти в интернете. Сегодня мы хотели бы продолжать строить интернет, который остается свободным, при этом защищая и сохраняя достоинства человека и его права. Это не вопрос идеологии или образа мышления. Это вопрос, соблюдаем ли мы устав ООН в 21 веке. Это цель декларации будущего интернета, которая была запущена в апреле 2022 года, подписанная 17 странами. Хотела бы, пользуясь возможностью, призвать тех из вас, кто еще не подписал эту декларацию, рассмотреть возможность присоединиться к декларации. И мы продолжим в рамках глобального цифрового договора продвигать эту декларацию. Я рада подтвердить, что под руководством министра Сузуки сегодня мы согласились запустить консультацию всех заинтересованных, конституционный процесс всех заинтересованных сторон по разработке принципов работы генеративного ИИ, с тем, чтобы получить обратную связь от всех заинтересованных сторон и всего сообщества. Эта деятельность будет проводиться при участии под эгидой группы семьи, лидеры которой будут позднее в этом году обсуждать этот вопрос. Евросоюз сегодня находится на завершающем этапе формулировки закона об искусственном интеллекте. Дамы и господа, в 2024 году мы увидим самое большое в истории количество граждан, принимающие участие в демократических выборах. Граждане имеют право принимать информированные решения, при том, чтобы ими не манипулировали при помощи лжи, особенно это не должны делать иностранные государства. Евросоюз предпринимает действия по борьбе с дезинформацией, с тем, чтобы при этом никак не входить в противоречие с принципами свободы слова. Вчера у нас была экспертная дискуссия, на которой я сказала, что ООН должна играть роль в этом процессе и в работе глобального цифрового договора. Перед нами стоит большой, серьезный вызов. Но иногда, оглядываясь на прошлое, мы можем черпать вдохновение на будущее. Киото – подходящее для этого места, на мой взгляд. И я надеюсь, что все мы именно с этим ощущением и будем выезжать из замечательного города Киото. Спасибо, госпожа Вера. Госпожа Дорин Богдан Мартин, генеральный секретарь МСС, у нас запланировано как следующее выступающее, но нам пришлось поменять местами ораторов. Хочу поэтому пригласить в микрофон госпожу Абдулу Алсуаха, министра Министерства ИКТ Саудовской Аравии, господин Алсуаха, вам слово. Ваше превосходительство, уважаемые гости форума АДЖФ 2023 года. Мир, в котором мы живем, сегодня поляризован, разделен, о чем бы мы ни говорили, о реальном ли мире или о мире цифровом. В условиях цифровой экономики фрагментация и барьеры стоят нам 70% глобальной экономики. Это более 7 триллионов долларов США. Все это упущенные возможности. Это транслируется в потерю более 100 миллионов рабочих мест. И вместе все это влияет на нашу способность добиться нулевых выбросов и сократить разрыв финансовый, который это создает. Ситуация с генеративным ИИ может ухудшить или улучшить ситуацию. И это зависит от нас. Мы должны решить, сможем ли мы построить интернет, который мы заслуживаем, который расширяет возможности всех людей. С генеративным ИИ мы можем увидеть, как ситуация ухудшается, ухудшается поляризация, как ситуация, например, с цифровой торговлей. Мы можем увидеть, как возникают сложности, как распространяется дезинформация, которая влияет сегодня на нашу планету и стоит ей 80 миллиардов долларов. Мы видим, как это мешает нам сократить цифровой разрыв. Именно поэтому сегодня в рамках IGF-23 мы предлагаем продолжить этот диалог на форуме IGF-24 и объединить наши усилия в рамочной структуре управления интернетом, которая была бы инклюзивной и многосторонной в привлечении всех заинтересованных сторон. Мы никого не должны оставить за бортом. 2,6 миллиона населения все еще не подключены к интернету. Именно поэтому я так рад работать с Дорин, с тем, чтобы помочь подключиться остальному населению мира к интернету к 2030 году. Мы вместе работаем над этим с 2020 года, и мы понимаем, что нам будет стоить половину триллиона долларов подключить всех этих людей к интернету к 2030 году, как запланировано. Мы работаем вместе с МСЭ, вместе с вами, вместе со всеми заинтересованными сторонами, и мы готовы сделать все возможное, чтобы подключить людей к интернету. Мы должны понимать, что необходимо регулировать и продолжать инновационную трансформацию цифрового мира и управлять этим процессом. Мы в Саудовской Аравии запустили крупнейший генеративный ИИ-проект, который мы называем нашей песочницей ИИ. И в рамках этой песочницы мы уже пригласили 50 стартапов из 50 стран и выделили 200 миллионов долларов на решение таких проблем, как, например, этические дилеммы. И вместе с вами в сложный 2020 год мы объединили усилия, когда мы провели у себя мероприятие интернет-сообщества, которое объединяет в себя представителей правительства и частного сектора, где мы обсуждали вопросы о вакцинации, акселерации, и также, как поддержать Японию в предоставлении свободного потока данных, которым можно было бы доверять, с тем, чтобы можно было принять принципы ОСР в строительстве рамочной структуры ИИ. На этом я завершаю свое выступление и хочу пригласить вас принять участие в диалоге IGF 23, с тем, чтобы мы все могли вместе построить интернет, который мы заслуживаем, который расширяет наши возможности. И мы надеемся, что все вместе мы будем осуществлять эти действия в консенсусе и в полном согласии в рамках IGF 23. Благодарю вас за возможность выступить. Следующий выступающий – госпожа Дорин Богдан-Мартин, генеральный секретарь МСМ. Госпожа Богдан-Мартин, слово вам. Ваше превосходительство, уважаемые министры, дамы и господа. Для меня большая честь быть другом, который уже давно поддерживает форум IGF. И вот впервые я обращаюсь к вам в качестве генерального секретаря МСМ. Спасибо за то, что ваша повестка дня сегодня соответствует повестке дня саммита группы Семи в Хиросиме. И мы рады быть вашим партнером в этом направлении. Цифровая технология доминирует. Мировой диалог от группы Семи до группы Двадцати, до группы Семидесяти Семи, до Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце. Мир сегодня обращается к цифровым технологиям в поиске решений для крупнейших глобальных проблем. Один показатель отражает важность этого момента. Это процент цели устойчивого развития, который напрямую получает преимущество в результате развития этих технологий. Семьдесят процентов составляет этот показатель по мнению МСМ. Это крупная, большая доля целей устойчивого развития, которые будут получать преимущество от дальнейшего развития цифровых технологий. Это было в главе повестки ПРООН, которые проводили свое заседание по вопросам дигитализации ЦУР в Нью-Йорке, как раз перед началом Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке в прошлом месяце. Мы считаем, что цифровые технологии меняют ситуацию. И мы понимаем, что сегодня, когда лишь по 15% ЦУР, задач в рамках ЦУР, мы идем по расписанию, очень важно придумывать способы ускорения этой работы. Сегодня, как только что сказал господин Ашваха, 2 миллиарда 600 миллионов людей все еще не подключены к интернету. Они не подключены. Это люди, эти люди уязвимые. Это женщины, дети, молодежь. Это люди, жертвы цифрового разрыва. Не говоря уже о том, что у них нет доступа к базовой цифровой инфраструктуре. И значит, они не могут получать все преимущества социальной поддержки и технологий. Такой ли цифровой мир хотим мы видеть? Мы можем это изменить. Мы можем сделать это вместе. Именно поэтому сотрудничество, о котором шла речь на Всемирном саммите информационного общества, так важно. Мы можем сегодня взять на вооружение модель, основанную на участии множественных сторон, и решать эти сложности. Еще в начале 2000-х мы уже говорили о необходимости решения этих вопросов. И это было очень авангардное мышление еще тогда. И тогда и появился IGF. Он стал итогом работы ВВУ и стал нашей платформой для решения глобальных цифровых вопросов. сегодня в рамках IGF проводят дискуссии тем, которые взаимосвязаны между собой и взаимосвязаны с вопросами, которые поднимаются в рамках ВУИО. Это все взаимосвязано также и с ЦУР. Глядя в будущее, мы понимаем, что у нас появилась уникальная возможность создать цифровой мир, который мы хотели бы видеть, который расширит наши возможности. И я рада, что дискуссия в рамках глобального цифрового договора помогает нам продолжать платформую работу ВУИО и IGF. Мы считаем, что наступило время нам оценить ситуацию, оценить существующие вызовы, существующие разрывы и двигаться вперед. Во время первого форума IGF в 2006 году один из ораторов сравнил интернет с ребенком. Ребенок, который будет быстро меняться. И сегодня интернет вырос в одного и превратился в один из самых мощных ресурсов человечества. Давайте же сократим существующие разрывы. Давайте нагоним ЦУР, который до сих пор нам не удалось выполнять по расписанию. Давайте сделаем этот важный шаг в жизни интернета. Давайте сделаем это вместе. Благодарю вас. Далее слово предоставляется доктору Джун Мурай, представитель школы управления коммуникациями и СМИ доктор Мурай. Вам слово университет Кио. Уважаемые гости, дамы и господа, добро пожаловать в Киото. Я рад поприветствовать вас в Японии. 2023 год важный год для сообщества интернет в этой стране. Мы проводим ряд мероприятий. У нас было проведено мероприятие АПНИК, мы проводим АДЖФ здесь и множество мероприятий, посвященных управлению интернету. И люди здесь обсуждают интернет, делятся своей мудростью, своими взглядами и вместе строят будущее интернета. 2023 год, на мой взгляд, это переломный год в истории строительства интернета. оглядываясь назад на 20, на 30 лет, мы можем вспомнить, что несколько человек начали работать над строительством АДЖФ. Интернет тогда был совсем на другой стадии. Мы разрабатывали интернет и работу интернета для сообщества интернета. И я помню, как Винт тогда начал говорить в 1985 еще году, что интернет должен быть для всех. И тем не менее, еще в 2000 году пользователи интернета составляли лишь 6% населения мира. Сегодня эта цифра составляет уже 70%, и теперь нам нужно работать над тем, чтобы к интернету были подключены все 100% населения. Хочу добавить еще кое-что с японской точки зрения к этой истории. в 1995 году у нас произошло землетрясение в этом районе Японии, в районе Кансай, и тогда люди оценили силу мирового сообщества для восстановления от бедствий. И тогда, в 1995 году это, пожалуй, было начало интернета в Японии. И с тех пор мы пережили несколько разрушительных землетрясений, и каждый раз, в 2011 году это было, и каждый раз мы видели, как смартфон, вот уже в 2011 году существовал смартфон, он помог спасти множество жизней путем распространения своевременной информации о бедствиях, о локации бедствия. И в последние три года, когда мы все, всей планеты пережили COVID-19, то же самое мы наблюдали, как информация, смартфоны послужили спасению жизни. И это то, что понимают все. Всем это понятно. Видеоконференции, удаленная связь, удаленная работа, все это помогло нам выжить. И поэтому так важно подключать всех к структуре интернета. Сегодня мы говорим об искусственном интеллекте, о новых технологиях, связанных с интернетом. Мне кажется, важно, чтобы, когда бы мы не разрабатывали какую-то прорывную технологию, когда бы такая технология не становилась доступна нам, мы должны продумывать, как мы будем ее пользоваться должным образом, и как еще можно ее воспользоваться, и от чего мы можем себя защитить. Кибербезопасность это вопрос, над которым нужно работать сообща, чтобы мы могли защищать себя от злоупотребления технологиями. В то же самое время должным образом использованная технология интернета, этичное использование этой технологии будет служить на пользу всем. Надеюсь, что возможность, которая есть сейчас у нас здесь, вести дискуссию с привлечением множества заинтересованных сторон по вопросам управления интернета, даст нам возможность сделать эту встречу в Киото очередным важным шагом в будущее интернета и в строительство будущего интернета. Спасибо. Большое спасибо. Сейчас к микрофону приглашается госпожа Трипте Синха, представитель или председатель Совета директоров Айкен. Пожалуйста, госпожа Синха. Спасибо. Уважаемые министры, ваше превосходительство, уважаемые коллеги, дамы и господа, добрый день. Для меня большая честь принимать участие в 18-м форуме по управлению интернетом в прекрасном городе Киото в Японии. Интернет это поистину революционное изобретение, которое изменило то, как мы работаем, получаем информацию и общаемся. 8 миллионов миллиардов человека Земли и многие, большинство из них подключены к интернету. Но недавние события таких, как ковид, подорвало устои многого, при этом показало важность соединенности, важность режима онлайн для поддержки друг друга во времена кризиса, получения информации, образования и многого другого. Поэтому доступ к интернету является основополагающим правом человека. Поэтому нам была дана задача думать, каким мы хотим видеть интернет, как он может расширять возможности людей. И в связи с этим возникает наше единое желание создания инклюзивного открытого интернета, предоставляющего возможности всем. Позвольте мне высказать ряд комментариев по истории, потому что мы знаем, все знаем, что будущее зеждится на исторических уроках, так на плохих, так и хороших. Поэтому позвольте напомнить вам о принципах. Одним из основополагающих принципов интернета является открытая стандарта, открытая инфраструктура, операционная совместимость. и также хочу добавить открытое мышление и воображение. Это важнейшие принципы, на которых опирается техническое сообщество, и которые позволили нам стать свидетелями воистину удивительной трансформации, которую привнес интернет в наш мир, изменив наши жизни самым невероятным образом. позвольте мне поделиться мыслями относительно того интернета, который мы хотим видеть. Во-первых, наш приоритет это инклюзивность в будущем. Надо сделать так, чтобы все, неважно где они живут, на каком языке они говорят, на каком уровне соцразвития они находятся, они должны иметь доступ к интернету. Это позволит улучшить экономическую ситуацию, ситуацию с образованием и так далее. Несмотря на всепроникающий характер интернета, во многих странах мира люди по-прежнему не подключены к интернету. Это влияет на доступ к образованию, услугам, здравоохранению и снижает экономические возможности. Расширение доступа к интернету позволяет достичь многого. Это требует не только решения вороблев с инфраструктурой, но также решить проблему с цифровой грамотностью, наличие контента и так далее. Здесь и государство, и частные секторы, гражданское общество должны работать, сообщать с тем, чтобы каждый гражданин, неважно где они живут и на каком языке они говорят, чтобы каждый мог получить доступ к интернету. Нам необходимо выступать, призывать к активному участию всех заинтересованных сторон, с тем, чтобы интернет стал платформой для диалога и чтобы там активно люди разного происхождения, с тем, чтобы наше интернет-сообщество действительно стало многогранним. Управление интернетом должно опираться на подход с привлечением многих сторон, ведь это сеть сетей. Система или модель управления интернетом с привлечением многих сторон позволяет представителям различных секторов работать вместе с тем, чтобы принимать решения на основе консенсуса. Этот подход ставит во главу угла инклюзивность, демократию и создание стандартов обмен передовой практикой. I can в своих принципах держится на прозрастности, инклюзивности, участии в экспертном потенциале и активно принимает участие в дискуссиях, связанных с интернетом. Вопросы безопасности крайне важны, доверие это ключевое понятие в наше время, поэтому мы работаем над созданием открытого, защищенного, надежного интернета, вводя элементы защиты, гарантии и улучшая пользовательский интерфейс. вовлечение многих сторон предусматривает участие не только директивных органов, но также и научных кругов гражданского общества, не только технологических компаний. При этом технологическое сообщество конечно же вместе с нами работает над созданием общей цели интернета, к которому мы стремимся. При этом интернет должен оставаться катализатором добра. и путем к более светлому и взаимосвязанному будущему. Позвольте мне прокомментировать по вопросу новых технологий. В прошедшие годы мы наблюдали интереснейшие инновации связанные с интернетом. Сейчас мы находимся на переломном моменте в том, что касается развития искусственного интеллекта. и мы готовы трансформировать или даже дать новое определение нашему цифровому опыту. И речь идет о искусственном интеллекте, который будет во многом определять то, как будет развиваться наша жизнь. И это влияние будет повсеместным. Инновации, технологии, конечно же, являются причинами перемен, проводниками перемен. И здесь на первый план выходят взаимосвязанные сети. Поэтому давайте же работать вместе для того, чтобы создать воистину светлое будущее с тем, чтобы интернет оставался источником вдохновения, творчества и процветания. В заключение я хотела бы выразить глубокую признательность секретариату IGF и стране-хозяйки поблагодарить вас всех за участие в этом форуме вместе. И мы сможем создать интернет, к которому мы стремимся, расширяющий возможности всех людей. Большое спасибо. Следующим к микрофону приглашается его превосходительство господин Сигбьорн Гелсвик, министр местного самоуправления и регионального развития Норвегии. Пожалуйста, господин Гелсвик. Уважаемые министры, ваше превосходительство, парламентарии, уважаемые делегаты, дамы и господа. Прежде всего, позвольте мне выразить признательность правительству Японии за проведение этого важного форума в прекрасном богатом истории городе Киото. Аригато годзаймас. Форум по управлению интернетом является важнейшей платформой для продвижения открытого доступного инклюзивного интернета, начиная с первого проведения самого первого форума в 2006 году. Он стал платформой для заинтересованных сторон из разных секторов и регионов, платформой для сотрудничества, определяющего то, какой интернет у нас формируется, интернет, который мы хотим, которым мы стремимся, расширяющий возможности всех людей. Именно об этом говорили наши хозяева. Интернет выходит, его важность растет, и здесь IGF играет важнейшую роль как форум для важнейших обсуждений, где встречаются представители государственных органов, научно-академических среды, кругов, частный сектор, технологическое сообщество. Правительство Норвегии поддерживает этот форум и дискуссии, которые на нем проводятся, а также отмечает его открытость всем заинтересованным сторонам. При том, что мы отмечаем полезность существующих структур, при этом мы всегда изыскиваем возможности для диалога, для решения насущных вопросов. Растет число инициатив в области управления интернетом. Норвегия небольшое государство, и поэтому мы, конечно же, озабочены парадоксом инклюзии, который позволяет нам определять отчасти будущее интернета. По мере того, как мы видим разрастающее количество платформ и инициатив, и при этом мы бы хотели, чтобы IGF продолжал развиваться как место встречи и общения для заинтересованных сторон. Именно поэтому Норвегия объявила о желании провести у себя в 2025 году ежегодное собрание IGF. Точка зрения небольшого государства крайне важна, она должна учитываться при разработке стратегии развития интернета. И наши чаянии созвучны таковым представителям африканских стран, или, скажем, некоторых азиатских стран. Сейчас у нас есть возможность совершить серьезный скачок в область цифровизации с учетом также экологической проблематики. Норвегия продолжит работать как в двустороннем формате, так и многостороннем, а также с частным сектором, работать для стимулирования инвестиций в развивающиеся страны. Основополагающая инфраструктура имеет ключевую роль для осуществления цифровых технологий. Всем известно, что цифровые решения играют ключевую роль в развитии. Программа, которая позволит украинским гражданам продолжить получать публичные услуги через мобильные телефоны. И даже несмотря на ситуацию, сложившуюся в Украине сейчас, благодаря тому, что была заложена прочная инфраструктура, бесперебойный сервер, серфис фактически мог продолжать работать. И это важно в области в случае кризисных ситуаций, как такая, которая сложилась в этой стране. Техническое ноу-хау, а также возможность быстрого масштабирования имеет ключевую роль для обеспечения помощи людей своевременно и в нужном месте. Текущая дискуссия по новым технологиям, включая искусственный интеллект, показала нам, что технологические наработки по-прежнему сопряжены с рисками. для норвежского правительства приоритетом является разработка нормативно-правовых актов, которые бы позволяли интернету развиваться с учетом уважения к правам человека, защиты личных данных. Инновации здесь имеют ключевую роль. И не стоит забывать о правах человека, которые необходимо соблюдать не только в реальном мире, но и в киберпространстве. Модель с привлечением разных сторон подразумевает, что мы должны работать на принципах отсутствия дискриминации по расовому, национальному, половому принципу или экономическому статусу. Ведь в конечном итоге интернет должен стать таким местом, где люди могут осуществлять свои гражданские, политические, экономические и другие права. Норвегия сохраняет свою приверженность защите этих прав в цифровом пространстве. Именно поэтому крайне важно сделать IGF еще более актуальным и всячески поддерживать обмен опытом, а также развивать необходимые инструменты для регулирования интернета. Все страны-члены ЕС поддержали рамочные правила по поведению в киберпространстве. Необходимо разработать глобальные базовые правила, включая применимость международного права в киберпространстве. устойчивость это еще один из приоритетных фокусов внимания для нашей страны. Цифровая инфраструктура используется в том числе для снижения выбросов в различных секторах экономики. И здесь IGF может выступить катализатором диалога, подчеркнув роль технологии для решения более широких проблем, связанных с устойчивым развитием. Это включает в себя использование технологии для смягчения последствий изменения климата и адаптации к изменению климата более устойчивому сельскому хозяйству в такой области, как умные или интеллектуальные города, нахождение инновационных решений, обмен информация о таких решениях помогает людям использовать технологию для устойчивого развития и для построения более светлого будущего для всех из нас. И мы приглашаем всех из вас присоединиться к нашей работе в рамках IGF, укреплять этот форум и надеемся, что нам удастся провести у себя IGF, ежегодное собрание в 2025 году. И вместе мы будем работать над обеспечением многообразия устойчивого развития цифровых экосистем. Благодарю за внимание. Спасибо. Следующим к микрофону приглашается господин Синг Виндсерф, председатель руководящей группы IGF. Ах, как хотелось бы быть молодым. Во-первых, мне очень приятно опять приехать в Киото, в этот город богатой историей. И очень важно, что здесь мы проводим такие плодотворно-продуктивные дискуссии. Еще раз хочу поблагодарить правительство Японии за организацию форума IGF 2023 года. У меня откликнулись многие мысли, которые высказал премьер-министр Японии. И надеюсь на очень плодотворную работу в течение этой недели. Нулевой день прошел очень продуктивно с отдачей. Но и далее надо сказать, что такая нумерация была вызвана не случайно, ведь в киберпространстве мы начинаем отчет с нуля, не с единицы. И мы спасибо за участие, за активное участие. Мне подсказывают, что 300 человек фигурировало. Но здесь я хочу отметить, что из этих дискуссий кристаллизуется ряд важных идей. И я надеюсь, что эти идеи будут определять решения организаций органов, которые будут иметь прямое влияние на то, как работает интернет. Мы высоко ценим работу консультационной группы с привлечением многих сторон или МАК, которая работает вместе с секретариатом. И особенно хочу поблагодарить Пола Митчелла за работу в качестве председателя консультативной группы МАК. Давайте поаплодируем ему. Мы с нетерпением ждем результатов работы наших коллег из Руанды и Швеции, которые работают над созданием глобального договора. и эта работа продолжится и в 2024 году. Результаты работы имеют ключевое жизненно важное значение для будущего интернета, для нас всех. Мы также с нетерпением ждем саммита будущего и его итогов, которые тоже будут определять дальнейшее развитие структуры и операционной составляющей не только интернета, но также других вопросов, включая вопросы, связанные с изменением климата. Это те вопросы, которые будут занимать наши умы в первую очередь в ближайшие годы. и я хочу отметить то, что наша руководящая группа плотно взаимодействует с консультативной группой и призываем вас думать гораздо шире. Мы говорим в интернете, к которому мы стремимся, при этом нужно думать шире, потому что важно не только знать, какой интернет мы хотим видеть, но то, как мы этого можем добиться. Поэтому я призываю всех участников IGF задуматься о том, каким образом мы можем достичь этих оформленных сформулированных целей. И руководящая группа уже неоднократно об этом говорила. Сейчас необходимо сделать упор на то, как нам достичь этих целей. И это должно стать итогом будущего следующего форма IGM в РИАДе. Сейчас многие говорят, что нам нужен не тот интернет, который мы хотим, а тот, который мы заслуживаем. Если мы сфокусируемся на слове заслуживаем, то мы можем заслужить тот интернет, который мы сейчас заслуживаем, а не тот, который мы хотим. Поэтому давайте осторожно формулировать наши цели. Далее связуемость, которую обеспечивает интернет. неоднократно уже говорилось о том, что связуемость одновременно также позволяет распространять ложную информацию, помимо хорошей, доброй и правильной информации, которая распространяется тоже через интернет. Поэтому здесь важно ограничивать распространение заведомо и непредумышленно ложных сведений. Это означает, что мы должны также задумываться о таких важных вопросах, как подотчетность, безопасность, прозрачность. Руководящая группа надеется на плодотворное сотрудничество со всеми из вас в течение этой недели и в будущем. Также ждем с нетерпением результатов работы региональных форумов, которые столь же важны, как и глобальный международный форум. Это также важно для функционирования интернета. Очень важно учитывать мнение всех. Мы руководящие группы надеемся на очень продуктивную неделю с привлечением заинтересованных сторон и надеемся на активную работу. в этом году и дальше. Благодарю за ваше выступление. И сейчас следующим к микрофону приглашается господин Бёрн Бёрг, заместитель генерального секретаря Совета Европы. Пожалуйста, господин Бёрн Бёрге. Уважаемые министры, Ваше превосходительство, уважаемые участники и гости. Некоторые из присутствующих здесь наверняка не вспомнят, какой жизнь была до интернета. Телефонные будки, печатные энциклопедии, ожидание почтальона, который доставлял написанные от руки письма. Открытие онлайнового мира с его быстрым соединением изменило всё. Возможно, это изменило даже нас самих. Современная жизнь наверняка бы просто остановилась, резко остановилась, если бы интернет вдруг перестал работать. Интернет — это то самое трансформирующее изобретение нашего времени. Мне сложно выступать после винта серфа, который выступил фактически основателем, пионером интернета, определив протоколы, которые определяют работу интернета и сегодня. Совет Европы — это международная организация, в которую входят 46 государств членов. Мы признаем те возможности и угрозы, с которыми сопряжен цифровой мир. И еще в 1996 году мы начали проводить переговоры, в результате которых была подписана Будапештская конвенция о киберпреступлениях. Киберпреступности 68 стран уже подписали и свыше 100 использовали ее как источник права для разработки своих соответствующих законов, помогая бороться с преступностью онлайн. Эта конвенция, она не только для Европы, но она открыта и для всего мира. одновременно необходимо бороться как с ксенофобией, в этом помогает конвенция тоже, а также например о том, как обрабатывать вещественные доказательства в вычислительных облаках. И это все ведет нас к цифровому миру, воистину цифровому миру, где не только государственные органы, но также и гражданское общество, и частные секторы, технические профессиональные организации участвуют в процессах. Нам требуется опыт всех из них, и мы во многом полагаемся на него. Форум по управлению интернета взят на вооружение изначально инклюзивный подход. Именно поэтому мы всегда поддерживали работу форума с самого его начала, с момента проведения всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества ВЛИО 20 лет назад с лишним. Конечно же, развитие технологий означает, что у нас всегда есть чем заняться. И государственным органам, и другим заинтересованным сторонам важно устанавливать стандарты с тем, чтобы инновации оставались движущей силой добра для всех. Искусственный интеллект это очень важный и красноречивый пример тому. Использование его преимуществ, смягчение его угроз, это то, чем, собственно, мы занимаемся. Это один из самых основных вызовов сегодня. Именно поэтому Совет Европы занимается разработкой международного договора по разработке, проектированию и использованию систем, связанных с искусственным интеллектом. Сейчас проводятся переговоры по содержанию этого соглашения. В них участвуют 46 государств, членов Совета Европы, наблюдателей и страны из других регионов. Также подключаются представители отрасли, эксперты международной организации. То есть это воистину процесс с привлечением многих сторон. Мы открыты для всех и приветствуем участие всех тех, кто разделяет наши цели и наши чаяния, потому что наша общая цель является создание прочного, надежного интернета для всех. Я надеюсь, что переговоры будут завершены к маю следующего года. Дорогие друзья, в заключение я хочу выразить глубочайшую признательность нашим хозяевам Японии за прекрасную организацию этого важного мероприятия, а также критериату IGF. Япония славится инновациями. Эта страна прекрасная площадка для обсуждения того, как сохранить интернет, сделать его открытой площадкой для всех. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Хочу пригласить к микрофону судью Элиамани Лалтаика Высокий суд Танзании. Слово вам, судья Лалтаика. Уважаемые господа министры, уважаемые представители парламента, гости, дамы и господа, представьте себе, что где-то проходит встреча в какой-то удаленной стране или вообще в космосе. Ну, это, наверное, слишком далеко. И вот вы туда едете. вы встречаете там замечательных людей, которые вроде бы дружелюбны, замечательны, но проходит несколько минут, и вы понимаете, что вы от них отличаетесь. Вы не похожи на них, вы не думаете так, как они. Их тысячи, может быть, их пять тысяч, девять тысяч зарегистрировалось. Что вы сделаете? Именно так чувствую себя я, дамы и господа, потому что из всех присутствующих я единственный судья из присутствующих. Так что, если бы вы были моими клиентами, представьте себе, как это было бы неприятно, если бы мне пришлось вас отправить в места не столь отдаленные. Но вы тем не менее делаете важное дело, которое влияет на весь мир. но вы не включили в вашу работу законодательную власть. Позвольте мне выступить от имени судей со всего мира, но и от имени наших ближайших родственников прокуроров. Когда меня сюда пригласили, секретариату было немного сложно меня посадить в какой-то из маршруток, лимузинов. Им было сложно определить, с кем я, куда я еду, в какой группе я буду выступать. Меня не могли никак определить, ни в какую сессию, с кем мне выступать, с законодателями, с членами парламента. Я вначале был туда записан, но как-то почувствовал себя там не в своей тарелке. Я что, министр юстиции? Нет. Я генеральный прокурор? Тоже нет. И конечно, какой-нибудь прокурор вполне мог стать депутатом. И я несколько минут чувствовал себя таким генеральным прокурором или министром юстиции, и я выступил. Один из экспертов был представителем из Южной Африки, господин Фролик. и он напомнил нам, как важно двигаться вместе. Если вы хотите двигаться быстро, то вы должны быть одиночкой. А если вы хотите пройти далекий путь, длинный путь, то двигайтесь вместе. И я хочу всем здесь сказать, что это очень серьезное заявление, ее важно учесть. И если на следующий год меня опять пригласят на это замечательное сборище, то я уже не буду чувствовать себя одиноко, потому что, честно говоря, никто здесь, по крайней мере, я еще не встретил никого здесь, кто думал бы, как я, кто имеет те же взгляды, тот же угол зрения, что и я. Надеюсь, это изменится на следующий год. И вы включите в вашу работу законодательную власть. Зачем вам нужны судьи в этом процессе? Прежде всего, закон подразумевает участие законодательной власти. Все, что вы обсуждаете в рамках парламентов, все это остается более или менее теорией до тех пор, пока судья не вдохнет жизнь в это постановление, не сказав, что это верная интерпретация того или иного закона или положения. И очень грустно бывает, когда некий процесс так и не обретет жизнь, потому что судья, которому предстоит решить, принять решение о том или ином аспекте управления интернетом, за за считанные минуты принимает решение, которое перечеркивает всю вашу работу, просто потому, что он не понял ваш закон. И хочу вам сказать, что очень часто ваши идеи непонятны судьям. Уважаемые судьи ошибаются. Не позволяйте нам ошибаться. Включайте нас в работу. Объясните секретариату АДЖЕФ, что нужно создать сессию для представителей законодательной власти. Спасибо за ваши аплодисменты. Я слышу, что вы обсуждаете. Это важно, это влияет и важно для всего человечества. Это вопрос интернет-свободы, это вопрос защиты детей. Это вопрос свободы информации, грамотного использования ИИ, оптимальное использование интернета 3.0 третьего поколения. Все это в конечном итоге сводится к верховенству права в интернет-пространстве. Мы можем говорить о верховенстве права во всем мире, но при этом чифровое пространство у нас отдано на усмотрение судей, которые не понимают, что такое свобода интернета и что такое управление интернетом. В заключение хочу сказать, что вы знаете, вы услышали только что, что я из Танзании. Когда вы задумаетесь о том, где Танзания на карте мира, то вы поймете, что там находится высочайшие горы в Африке и высочайшая отдельно стоящая гора в мире, Килиманджаро. Так что, если вы не можете запомнить Танзанию и вы не можете запомнить меня, я, тем не менее, прошу вас запомнить гору Килиманджаро и пригласите судей из ваших стран, пусть не меня, но судей из ваших стран, которые являются частью вашей государственной законодательной системы, и сделайте их частью IGF. И только тогда слова судьи из страны, где стоит гора Килиманджаро, слова этого судьи, который имеет опыт научного работника, я учился в университете в области науки, и только тогда мои слова не пройдут бесследно. Значит, вы услышали меня, и, значит, потрясающая работа, которую вы делаете, осуществляете здесь, тоже не пройдет бесследно и будет гораздо более полезной. Спасибо вам, хочу пожелать вам всяческих успехов, особенно хочу поблагодарить правительство Японии, хочу сказать, что когда я учился на адвокат в области интеллектуальной собственности, я много читал на Японии, это гостеприимная страна, очень инновационная. Господин министр Сузуки, премьер-министр Кишида, который был здесь утром, для меня это просто мечта, мечта сбылась, я увидел Японию, я увидел ее лидеров, это честь для меня. Спасибо всем участникам, спасибо за то, что дали возможность Японии, продемонстрировать ее гостеприимство всему миру. Дамы и господа, мы подходим к концу этого сегмента, хотела бы выразить благодарность от имени Организации Объединенных Наций и правительства Японии, всем участникам за вашу продуктивную дискуссию и обмен мнениями. Прежде чем я закончу, хочу всем напомнить, не забывать свои вещи и оставить ваши приемники для синхронного перевода на выходе, когда будете выходить из зала. Сегодня у нас будет музыкальный вечер, он начнется в 7 часов вечера в гостинице Prince Hotel через дорогу от конференц-центра на этаже Б2. Надеюсь, вы присоединитесь к нам этим замечательным вечером. Всем спасибо за ваше участие. АПЛОДИСМЕНТЫ